здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также пишите мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны если вам понадобится индивидуальная консультация под данным видео находится номер телефона пишите вайбер либо же ватсап звонить мне нельзя сегодня такая тема моего расклада кадровые перестановки сейчас белоусов андрей назначен вместо шойгу он стал глава минобороны первое что я посмотрю сигнификатор андрея белоусова сигнификатор андрей римович белоусов андрей римович у него скорее всего отец был литовец насколько мне известно имя рим это литовское имя итак сигнификатор андрея белоусова почему вновь выбрали гражданского человека не имеющего опыта военной службе он никак не был связан с армией почему как это отразится на военных на военнослужащих что будет до первую очередь итак его сигнификатор но я могу сказать что человек достаточно активный целеустремленный по рыцарю мечей и по тузу мечей могу сказать что он все таки влиятельный человек а также туз жезлов говорит о том что он влиятельный он влиятельные у него образование он был экономистом а здесь я вижу что он скорее всего идет как соратник владимира владимировича он конечно же разделяет его политические взгляды возможно он даже где-то в какой-то степени где-то даже могу сказать он как консерватор этот но и в то же время он достаточно активный ему он очень энергичный несмотря на то что он он не молодой специалист но у него очень много энергии в нем очень много энергии жизненной энергии у него огромный есть потенциал однозначно конечно же это уверенность себе и он харизматичный даже где-то можно так сказать привлекательный обаятельный у него очень много новых идей и новых целей у него есть загажники творческие его проекты которые он хочет реализовать кстати могу сказать он давно уже знал что именно так и будет давно на сколько но где-то полгода он уже точно был в курсе что он займет место шайбу хотя для некоторых это было неожиданностью почему вновь вырабывали гражданского человека не имеющего опыта да ну давайте посмотрим императрица шестерка мечей и семерка кубков интересная комбинация получилась хочу дополнение на семерку кубков во-первых этот человек много что изменит скорее всего это будет связано как-то с экономикой все-таки но вот по этой комбинации могу сказать что навряд ли будет такая коррупция у него очень есть много идей он знает уже что он будет дальше делать королева пентаклей и старший аркан шут он хочет все изменить все что касается мина барона во всяком случае не радикально все но очень много хочет изменить королева пентаклей это также ресурсная карта она у него есть огромный потенциал двигаться к новым берегам знаете хочу посмотреть еще на шестерку мечей на шестерку мечей это неоднозначная карта все-таки давайте посмотрю это карта движения вперед что она еще несет туз кубков шестерка жезлов но я могу сказать что это все равно как-то связано с военной операцией на украине так или иначе это все связано с военной операцией на украине здесь есть какие-то определенные планы Но по шестерке жезлов могу сказать, что план есть определенный к победе Как это отразится на военнослужащих? Туз Пентакли, а я вижу, что будет поддержка во всяком случае Королева мечей Четверка Пентакли Так, на четверку Пентакли Все-таки у меня есть такое предположение, что будет идти новый набор Но это не будет так, как в 2023 году, в 2024, простите, в 2022 Это будет что-то уже как-то по-другому Так, на четверку Пентакли А вообще, как бы, это карта экономики Иерофан Все будет по справедливости По определенным традициям Вы знаете, я вижу, что здесь будет, во-первых, здесь будет, скорее всего, оказана хорошая помощь Тем семьям, которые потеряли своих родных и близких В боевых действиях Я вижу это так Будет все-таки пересмотрена Здесь большая часть каких-то законов Во всяком случае, негатива я не вижу Хочу задать вопрос Как это отразится на украинской спецоперации Вот конкретно Как это отразится на украинской спецоперации Тройка мечей Двойка жезлов Двойка кубков Так, по тройке мечей Сейчас посмотрю Скорее всего, что-то будет затянуто Но также могу сказать Что здесь какие-то будут партнерские взаимоотношения Партнерские связи По двойке жезлов будет какой-то выбор И продвижение опять-таки вперед Есть определенная идея Разработка какого-то определенного стратегического плана Но, скорее всего, по тройке мечей Это как бы нанесение удара Королева жезлов Ну, я хочу сказать, что Здесь есть и десятка, и девятка мечей И десятка жезлов Будет, конечно, очень тяжело И будет жарко Но то, что я вижу на данный момент по информации Это идет Это идет к тому, что И карта смерти Тяжело мне, конечно, говорить об этом Но хочу сказать, что Здесь все идет к тому, что Этот процесс затягивается Любыми способами Достигнуть цели победы Могу так сказать Понимаете? Вижу это так Активные действия Здесь, скорее всего, даже, возможно, что-то и с Харьковом связано И не только с Харьковом В итоге Здесь я вижу Еще какие-то согласования идут И поставки идут Какой-то военной техники И оружие Карта влюбленные Рыцарь Пентакли И карта маг Но я уже сказала Что все идет к тому Как к активным действиям К активным действиям А касается геополитики Захвата территории Вот то, что я вижу Если вам понравился мой расклад Оставляйте, пожалуйста, комментарии Берегите себя Берегите своих детей Я желаю вам всем здоровья И мирного неба над головой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!